На этой фотографии изображен два советских писателя-сатирика, написавшие такие великие романы, как «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Это Илья Ильф и Евгений Петров. Мало кто знает, что с Евгением Петровым была связана одна загадочная и мистическая история, которую я и хочу вам рассказать. Евгений Петров имел очень странное и редкое хобби. Протяжение всей жизни он коллекционировал конверты от своих же писем. А делал он это так. Писал письмо в какую-нибудь страну по вымышленному адресу и вымышленному адресату. Через некоторое время ему приходило письмо обратно, с кучей разных иностранных штемпелей и указанием «адресат не найден». Но это интересное хобби однажды оказалось просто мистическим. В апреле 1939 года Евгений Петров решил потревожить почтовое отделение Новой Зеландии. По своей схеме он придумал город под названием Хайбердвиль, улицу Райтбич, дом 7, и адресата Мэрила Оджина Уэйзли. В письме он написал по-английски. «Дорогой Мэрил, прими искренние соболезнования в связи с кончиной дяди Пита. Крепись, старина. Прости, что долго не писал. Надеюсь, что с Ингрид все в порядке. Целуй дочку от меня. Она, наверное, уже совсем большая. Твой Евгений». С момента отправления письма прошло более двух месяцев. Но письмо с соответствующей пометкой не возвращалось. Писатель решил, что оно затерялось и начал забывать о нем. Но вот наступил август и письмо пришло. К огромному удивлению писателя это было ответное письмо. Поначалу Петров решил, что кто-то над ним подшутил в его же духе. Но когда он прочитал обратный адрес, ему стало не до шуток. На конверте было написано «Новая Зеландия, Хайбердвиль, Райтбич 7». Мэрил, Оджин, Уэнзли. И все это подтверждалось синим штемпелем «Новая Зеландия», почта Хайбердвиль. Текст письма гласил. «Дорогой Евгений, спасибо за соболезнование. Нелепая смерть дяди Пита выбила нас из колеи на полгода. Надеюсь, ты простишь за задержку письма. Мы с Ингрид часто вспоминаем те два дня, что ты был с нами. Глория совсем большая и осенью пойдет во второй класс. Она до сих пор хоронит мишку, которого ты и привез из России. Еще в конверте находилась фотография. Петров никогда не ездил в Новую Зеландию, и поэтому он тем более был поражен, увидев на фотографии крепкого сложения мужчину, который обнимал его самого. На обратной стороне снимка было написано «9 октября 1938 года». Тут писателю совсем сделалось плохо, ведь именно в тот день он попал в больницу в бессознательном состоянии с тяжелейшим воспалением легких. Тогда в течение нескольких дней врачи боролись за его жизнь, не скрывая от родных, что шансов выжить у него почти нет. Чтобы разобраться с этим, то ли недоразумением, то ли мистикой, Петров написал еще одно письмо в Новую Зеландию, но ответа уже не дождался. Началась Вторая мировая война. Евгений Петров с первых дней войны стал военным корреспондентом газеты «Правда» и информбюро. Коллеги его не узнавали. Он стал замкнутым, задумчивым, а шутить вообще перестал. Закончилась эта история совсем уж не весело. В 1942 году Евгений Петров летел на самолете из Севастополя в столицу. И этот самолет был сбит немцами в Ростовской области. Мистика или совпадение, но в тот же день, когда стало известно о гибели самолета, домой писателя пришло письмо из Новой Зеландии. В этом письме Мэрил Уэзли восхищался советскими военными и беспокоился за жизнь Петрова. Среди прочего в письме были такие строки. «Помнишь, Евгений, я испугался, когда ты стал купаться в озере. Вода была очень холодной. Но ты сказал, что тебе суждено разбиться в самолете, а не утонуть. Прошу тебя, будь аккуратнее, летай по возможности меньше». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова